Ответственность за поражение в 44-х дней в Найване в Карамахе несет не только исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. Об этом, как передает канал 13, заявил первый президент Армении Ливон Терпетросян. Он также обвинил предшественников Пашиняна в причастности к этому поражению. В заявлении экс-президента, опубликованном на сайте Илурам, говорится, что когда оппоненты Пашиняна обвиняют его в поражении, они озвучивают половину истины. Оппозиция не хочет признать, что Никол Пашинян является их креатурой, их детищем. По словам Терпетросяна, начиная с 1997 года, все политические силы в Армении, за исключением армянского общенационального движения, последовательно срывали все попытки и инициативы решить карабахскую проблему на достойных и благоприятных для Армении условиях. Эти силы взяли на вооружение политику по сохранению статус-кво в Карабахе и отказу от каких бы то ни было компромиссных вариантов. В итоге довели страну до той катастрофы, в которой сегодня обвиняют только Пашиняна. Что касается армянского народа, от имени которого сегодня выступают все эти силы, а в случае неприятия обвиняют его в невежестве и безразличии, то нужно раз и навсегда понять, народ не имеет никакой вины, выпавшей на нашу долю катастрофе. Более того, именно этот народ является непосредственным и единственным носителем последствий этой катастрофы, отмечает первый президент Армении. Терпит Россиан, с сожалению, констатирует, что в Армении и диаспоре и сейчас не сделано никаких выводов из поражения. Послевоенная риторика опять содержит пустые, бессмысленные ожидания от внешнего мира, угрозы и воинственную риторику в адрес Турции и Азербайджана. Первый президент Армении не сомневается, что в ходе предвыборной кампании эта тенденция лишь усилится, что не позволяет надеяться на оздоровление ситуации. Это означает, что армянский народ опять ждут потери и разочарования.